Воруют. Не напрямую, конечно, но из кармана честных предпринимателей, которые платят налоги, деньги вытаскивают. Стихийные рынки, как правило, возникают близ магазинов и рынков обычных, а потому часть покупателей забирают. Я хочу напомнить, что если раньше это было несколько десятков человек, в основном бабушки, то сейчас сотни людей мешают жизнедеятельности города, горожан. Всего по делам о несанкционированной торговле в этом году составили 336 протоколов. В основном в результате рейдов по стихийным рынкам на Льва Толстого, Суворова и Судоверфи. Нелегалы реализуют товар с земли, в лучшем случае, с импровизированных лотков, но все равно антисанитария. Режимы хранения не соблюдают, разрешения и справки о качестве продукции никто, естественно, не получает. Необходимо четко понимать, что несанкционированная торговля – это не только продажи, выращенные на садовых участках и личных подворьев излишков сельхозпродукции. Сегодня массовый характер носит продажи овощей и фруктов производства Китайской Народной Республики, незаконно выловленные рыбы, мясо, молока. Сейчас проверки горе-предпринимателей пугают не особо. Штрафы на граждан, а именно рядовые хабаровчане среди злостных нарушителей – от одной до двух тысяч рублей. Цифра в сравнении с оборотом небольшая. Товар не изымают, потому что затраты на ответственное хранение в этом случае несет городской бюджет, а лишняя нагрузка на казну не приветствуется. В настоящее время товар остается на ответственном хранении у нарушителя. После того, как работники милиции и сотрудники администрации ушли, он продолжает его реализовать. В том случае, если продавец не получил никакого ущерба в виде материального наказания или изъятия и уничтожения продукции, это наказание просто представляется смешным. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Городские власти намерены обратиться в Краевую Думу с просьбой увеличить штрафы за несанкционированную торговлю. Граждан ждет наказание от двух с половиной до пяти тысяч рублей. Должностных лиц от 15 до 25, юридических от 25 до 50. При этом о бабушках и дедушках беспокоиться не стоит. В распоряжении дачников 940 мест на сельхозярмарках. Почти все они бесплатны. Торгуй не хочу. Дмитрий Павленко, Дмитрий Комков для программы Настоящее время.